Депутатский иммунитет Я хочу сразу сказать и напомнить о том, что сама идея отмены депутатского иммунитета и все то, что сегодня происходило в Конституционном суде, является результатом законодательной инициативы партии ШОР. В августе 2019 года мы начали процедуру регистрации и конституционного авизирования проекта, который предполагал за собой намного более серьезный подход к этому вопросу. Я бы назвал его глобальным, тотальным, учитывая ситуацию, которая была и есть, учитывая ожидания общества по отношению к депутатам и крайне отрицательное, к большому сожалению, представление и мнение народа о депутатах парламента. Поэтому наша инициатива была запущена в августе 2019 года и для того, чтобы произошло то, что сегодня в Конституционном суде по проекту партии ПАС, было необходимо собрать 37 подписей депутатов. Мы собрали на тот момент 24 подписи депутатов 10-го созыва. К нашему большому удивлению, блока КУМ, состоявший, как напомню, из фракции ПАС и фракции Платформа «Да», а также партия фракций социалистов, не подписали наш проект. Более того, насколько я помню, мы подвергались еще и критике о том, что мы манипулируем общественным мнением, что мы делаем это с какими-то политическими целями. Очень интересно было слушать, потому что, с одной стороны, было много чего сказано в тот период времени, а, с другой стороны, мы отчетливо заявляли, что нам иммунитет не нужен, и мы не просто говорим о том, что он нам не нужен, а мы и действуем. Мы подавали такой проект, и, как я только что сказал, он не был поддержан достаточным количеством голосов для того, чтобы пройти конституционное визирование. Смысл депутатского иммунитета давно потерял свое значение, которое он имел много веков назад, когда он был придуман. И иммунитет необходимо разделять на два вида. Иммунитет на политические высказывания и деятельность депутата. И иммунитет на уголовные преследования за действия, которые не имеют отношения к политической работе депутата. Поэтому проект партии ПАС, к большому сожалению, не решает проблемы, связанные с отменой депутатского иммунитета, связанного со всем тем, что не связано с работой депутата в парламенте и его депутатской деятельностью. Основное отличие между проектами нашими и проектом партии ПАС, который можно назвать усеченным вариантом проекта партии ШОР, в том, что наш проект содержал полную и безоговорочную отмену депутатского иммунитета как такового исключения данной правовой нормы из Конституции, поскольку защиту депутата за его политические высказывания предусмотрены и в других законодательных актах, которые не нуждаются в понятии иммунитета. Проект партии ПАС при этом содержит лишь упрощение процедур в отношении некоторых преступлений. Но непонятно, а как быть с преступлениями в отношении граждан, насилия, убийства, за незаконную экономическую деятельность, другие многочисленные виды преступлений, содержащиеся в Уголовном кодексе, о которых по-прежнему остается процедура, связанная с этим цирковым шоу, которое называется «Приход Генерального прокурора в парламент». Наш проект, напомню, пролежал два года, не был поддержан. Проект партии ПАС прошел все процедуры меньше, чем за три месяца и практически уже находится на пороге парламентского голосования. За эти два года было очень много зрелищ, связанных с депутатским иммунитетом, и всем давно понятно, что никто и никогда не слушает правовую сторону вопроса, с которым приходит Генеральный прокурор, и никогда не слушает депутата, за которым приходят. Потому что снятие иммунитета было, есть и всегда останется в парламенте Республики Молдова как политический акт, акт экзекуции, которым политические силы пользуются на максимуме. Кто-то голосует из мести, кто-то из личных амбиций, кто-то по понуждению, а кто-то в перерыве между компьютерными играми. Давайте представим себе ситуацию, когда депутаты понимают, что Генеральный прокурор занимается беспределом, выполняет чей-то заказ, неважно какой. Его аргумент – это фикция, но политически голосовать надо. Ну как же не голосовать, избиратель же не поймет. Результат – ничего не напоминает никому. О каком объективном подходе можно говорить? Приходили за Таубер, за Апостоловой. Летом 2019 года и что? Прокуратура изменилась. Извинилась. А результат? Последствия действий прокуратуры. Характерно, что и сам гражданин Стайногла заявил об идее отмены иммунитета не в декабре 2019 года, когда он был назначен на должность Генерального прокурора, а лишь в октябре или сентябре 2021 года. А что мешало ему выйти с такими громкими инициативами раньше? Ему нужны были политические шоу, что он и сделал. Он пришел в марте 2021 года за еще депутатами нашей фракции, за мной, за господином Жорданом, вылил бочку грязи на нас, по принципу отмывается тот, кого облили. Задержал нас ровно через три минуты после того, как ему парламент дал такое право. Еще и адвокатов не допустил к участию в процессе снятия иммунитета, потребовал их удалить из зала. А сейчас он вспомнил о правах, он громко жалуется, с какой скоростью двигается его дело, как так его задержали. Задерживать же можно только за убийство, по мнению господина Стояноглова. Нарушаются его права на адвокатскую помощь. Такой принципиальный гражданин, принципиальный, конечно, в кавычках. Это так было, краткое лирическое отступление. Если суммировать, то позиция партии ШОР по проекту, который сегодня был рассмотрен Конституционным судом, что этот проект не соответствует той идее, которая давно обсуждается, и которая называется отмена депутатского иммунитета. Мы призываем партию ПАСС пересмотреть проект до того, как он войдет на голосование в парламент, и сделать максимальную отмену иммунитета с тем смыслом, чтобы депутата не преследовали за политическую деятельность. И только тогда такой проект, который называется отмена депутатского иммунитета, будет оправдывать ожидания общества. И будет смотреться намного более серьезно и обстоятельно, чем тот проект, который сегодня партия ПАСС предлагает к рассмотрению в парламенте. Спасибо.